Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА-сериала за Францию в мире шестой Цивы. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки лучше начинать сначала. Ну а для всех остальных, опять прошу прощения, немного таким многострадальным получается этот сериал. Потому что, во-первых, были претензии на 2D-режим всё-таки. Ну есть вот некоторые проблемы с техническими вещами в Циве. Я их уже решил к этому моменту, но пока вот когда эта игра была, были лаги, фризы и прочее-прочее. Поэтому иногда лучше было в 2D-режиме играть. Ну и как будто этого мало. Так получилось, что концовку игры я стёр. Вот такая проблема. То есть вот это уже последняя серия. Я почему-то был уверен, что я уже её смонтировал и отрендерил, что у меня она есть уже готовая. Поэтому стёр полностью всю игру, а оказалось, что нифига. Но слава богу, оказалось, что Качечка тоже записывал видео. Поэтому вот концовка игры будет с его стороны. Возможно, даже это и интереснее получится, чем вы бы смотрели концовку от меня. Ну и самое главное, конечно, здесь в конце будет обсуждение всего этого, всей партии итогов между оставшимися игроками. По-моему, это одна из самых интересных частей в любой партии. И слава богу, что это сохранилось. Поэтому дальше вы увидите окончание игры с видом от Аравии. Качечка играл за Аравию. Ну и тут единственный минус ещё к этому будет, что видео не 1920 на 1080, а 1280 на 720. То есть разрешение чуть меньше, и поэтому немного замыленное такое вот качество видео будет. Ну а всём остальном, та же партия продолжается с того же места, где закончилась предыдущая серия. И приятного вам просмотра. Подожди, а как ты самолётик мой покоцал? Я твой? У меня покоцаный самолётик. У меня самолётами покоцал. Ну вот его вылечил. Типа да, но я не то повышение взял. Но фашизм фигня, потому что тут расчёт на то, что вы будете воевать юнитами. А как показывает практика, юнитами вы не воюете. Да, ну может на данный момент и фигня, но... Да ни на какой. Никто тебе не мешает юнитами повоевать. Да я бы с удовольствием, но ко мне прилетает что-то непонятно. Да кто там стреляет в меня? Я не стрелял. А где ты меня стреляешь? Ну у тебя там была армада, получается. Армада ракетных крейсеров. А, у меня же ещё тут кораблики были. Господи, я за них уже забыл. Я уже забыл за этот флот. Ё-моё. Сильно много всего. Слушай, ну я Медину, наверное, захвачу тогда. Медину? Да не стоит. Юнант захватил, почему я Медину не захватить? Да зачем это надо? Мы же вроде как мир заключили. Забирай свой нант. Ну так отдай. Так я с удовольствием. Бери, это не мои юниты. Это красные юниты. Это восставшие. Почему тут красные юниты? Мне больше скорее мешает загрязнение подойти. Ну прости, пожалуйста, я не виноват. 143-169, Леша. Давай, вперёд. Раз Египет не понимает опасности всех этих цифр, то пусть он дальше убивает мои корабли. Проблема тут в том, что если бы хотя бы было понятно, реально, как это вообще, ну вот эти вот цифры. Ну каждый ход у тебя прибавляется один. Я в упор не понимаю. Нет, смотри, я слежу каждый ход. Я поединяю, я каждый ход тоже слежу. Тут было и там 30, потом на свечу ход внезапно 50, потом 43, вот такие какие-то прыжки. Ну, смотри. Без войны, даже без войны. Я без войны говорю. Я не знаю, как это считается. В будущем, скорее всего, они резко увеличиваться не будут. А, вот оно чё. Вот оно чё. Перестань. В каком споре? Ничего не играл, не знаю. Вряд ли. Так, Дамаск. Долго всё строится. Давайте надо чинить загрязнение. О, пулемётная рота к моей двойной пулемётной роте. Так она уже, по-моему, умерла. Так, и что? Самолётик давайте-ка. Где самолётик? Не, блин, как-то всё-таки затянуто. Да это из-за того, что я долго хожу, мне кажется. Не, ну концовка игры действительно... То есть, все техи открыты, а конец игры ещё не наступает. Уже сколько ходов. По-моему, это прикольно. То есть, можно повоевать на юнитах. Отлично. Сейчас, например, можно пойти захватить у Египта его, там, то, что он построил. И сейчас, и потом дальше сидеть, ждать, пока... Почему бы и нет? Кто-то построит. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Где эта штучка? И в Египте анархия? А он чё-то взял. Переключил опять я этот... Политику переключил я. А чё, не подождал, чтобы нормально переключить? Да, чё-то у меня из головы вылетело. Ну, это хреново. Ну, как? Нам нормально, у тебя ничего... Напомните? Без понятия. Блин. Ну, в четвёртой был один, по-моему, да? Нет, там по-разному было. Ну, ладно. Так, и как успеха... О, я... Так, а почему другая графика? Или мне кажется... Другая графика, я нажал вот. Переключился. Надо. Так. Надо всё отсюда увезти. Нормально. На варваров ядерное загрязнение не действует. Это новая тактика, короче. Зашибись. Вызываешь партизан. Скидываешь бомбы, вызываешь партизан. Всё. Это чернобыльский эти. Чё, дай медину захватить. Чё ты как этот? Пармаглот. Не дам. Чё, дай медину захватить. Да сдохнет она или нет? Ну что за фигня? Нет. Всё, там один хп остался. Сейчас гляну. Нет, два. Два хп. Два хп. Минус 320 золота в ход. У кого? У тебя Египет? Да. Изрядно. У меня сейчас похоже будет гражданская война, все дела. У меня минус 190. Я, смотри, там только русский радостный такой сидит. Пока сейчас ещё и выиграю. Да естественно. Стандартная тема. Печаль, печаль. Да я только на технологию изучаю. Ещё два хода. По-моему, кто-то хочет захватить Алеппо. Алеппо, а где Алеппо? А там где твой вертолёт крадётся. Да, хочу. Блин, может не надо? Ну блин, нам-то дашь, мы сможем замириться. Так вот сейчас забирай, я же говорю. Нет, ну нафиг не надо. У меня нож в спину вставил французишка. Это я вообще-то. Ну не французишка это, египтян. Нет, не шка. Египтяшич, блин. В общем, вот это женщина. Египтянин. Короче, анархия два хода. Первый раз два хода, потом на один ход увеличивается. У меня такой дикий минус, потому что я включился в фашизм. Короче, к фашизму надо как-то непонятно, что с ним делать. Просто золота нет. Я вставил на золото много чего. Это я не подумавший, короче, сделал. В общем, фашизм фигня, не берите никто. Окей. А что он там дает, фашизм? Четыре контакта. Да я просто не думаю, что на этом этапе он хорош. А так, в принципе, это норм. Ну да, пока бомб нет, он нормальный. После бомб как-то уже... То есть, надо сначала в фашизм, а потом уже по нормальному путь. Вот эти повстанцы бегают, вырезают, все. Короче, мне нужен срочный мир. Ну ладно, не буду это комедийно у тебя, братья, Алеппо. Отведу юнит в следующем ходу. Не-е-е. Четко. Я так понимаю, Леша сзади нападает еще и на... Ну он с двух сторон нападает. На Медину и Алеппо, я там поскидывал бомбы. Ну там столько войск, тут проблема в радиации, то есть, непонятно, что с ней делать. Обходить стороной. Ну, рабочий мир счищать можно. Ну, вообще, я старался на Медину, если ты заметил, скинуть так, чтобы с той стороны, куда я буду подходить, радиации не было. Ну да. А, ну, короче, не обязательно в центр кидать, да, можно так ряду. Естественно, тут радиус есть. У атомной бомбы просто вокруг одна клетка, у термоядерной три клетки радиус, да? Офига себе, по-моему. Ну, с ИСБ2, да. А, собственно, все различие между ядерной, между атомной и термоядерной бомбой. Сособы запуска, мне кажется, отличаются, потому что я повторюсь, я штук пять ядерных бомб, хотя кнопка активна на ядерной подводной лодке, кнопка активна, запускал, ни одна не долетела, даже если не было никаких противо... Ну, а я три бомбы скинул на арабы, именно атомные. Ну, с этих, с подводной... Ну, то есть первую, ты про первую говоришь, да? Ну да, то есть в начале, то есть я пытался с подводной лодки бросать атомные бомбы, но что-то у меня это ни одна не прилетела. Ну, вот у меня три на арабы упали. Значит, все-таки работать должно, но надо знать, как. Вот мне тоже интересно, почему у Качечки какие-то вот первые эти бомбы не сбрасывались. Полетели только с шахты, я не мог с подлодки скинуть почему-то, а с шахты мог. То есть первую, вот куда-то там я поскидывал на аэродромы, то у меня были еще подлодки. Наверное, зря я кинул на аэродромы. С тобой мы пострадили. О, у Египта, у Египта тоже появились партизаны. Еще как? Партизаны, тащат. Так, ну это все из-за золота. У меня все еще минус 300 золота, а почему у меня анархия продолжается, я понять не могу. Не плейер сказал, что я отведу юниты. А, все, 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 не трогаю. Нет, я думаю, может ты убегаешь. Все, я не трогаю тебя. Русские вертолеты. Это очень печально, я помню эти русские вертолеты. Еще 4 хода, они уже готовятся, русский. С Багози, я к тебе караваны кинул, друг, дружи. Зачем тебе это надо, строй себе детальки. Да, они у меня по 20 ходов строятся. У всех по 20 ходов. Прикольно, вот инженер ставит ангар где угодно, и туда можно скинуть 3 самолетика. Потому что не долетает у меня. То есть вот инженер военный, это реально тема хорошая, мне нравится. Все очень, очень печально. Так я, у меня то же самое. Только, ну, я взял фашизм, у меня сразу минус куча золота. Нет, ты просто пойми, у меня сейчас все мои водные юниты так же начнут потихонечку, потихонечку пропадать. Ну, следующим ходом, наверное, анархия закончится. Ну, это второй или третий ход, что ли. Ну, это второй или третий ход. Ну, русский с Египтом потихоньку стали третий этот запускать. А мы с тобой качечка еще даже второй. Ну, ангел, да. Ну, я в эти... 32 хода, представляете? Строю потихоньку в Сент-Луисе. Нет, это у тебя 32 хода, потому что анархия. Сейчас все нормально будет. Ну, я надеюсь, я надеюсь, потому что у меня... 21 ход. Это реально очень, очень печально. Мне кажется, Леша быстрее культуру победит, чем я улечу. Ну, может быть, может быть. Ну, так надо тебе захватывать города Лешины, чтобы он не выиграл культуру. Вот все, все русский пытается нас всех стравить. Но это его играл, мне кажется. Араб уже повелся. Нет, но... Я считаю, вот, Араб, реально, тебе надо было русского захватывать, а потом через него меня, потому что тут уже юниты вообще без проблем. Ну, и тем более, самые чудесные города мои с чудесами со стороны русского находятся. Ну, в принципе, смотрите, русский уже по культуре начал вырываться, по туризму. Смотрите, уже 169, и он сейчас начинает мешать, в принципе. Да, кстати, у него уже больше, чем у арабов. 168, стало 170. Поэтому русский, давай, давай, наращивай там туризм свой, культуру. Не надо, не надо... Вы и не думайте, посмотрите на замечательный город Астрахань. Вот чётенько как раз. Ну, нет, ты... Замечательный египетский город, сверху который... И-Ивн-Вн какой-то. Смотрите, сколько там построено этих... Иуну? Национальных парков. Ну, вот самый верхний, видите? А, да, да, я вижу. Три штуки плюс один курорт. Самый любимый это Нихен. Вот я не знаю, зачем он нужен, но Нихен тащит. Он внизу вообще, так, знаешь, плацдарм, плацдарм для... А, у меня в Нихене, кстати, это тоже... Варвары появились. Кстати, спасибо, что сказали. Я бы туда даже не посмотрел, что у меня там варвары. Так что, сейчас русский эти арабы будут захватывать, что ли? Кто-то там говорил, что там вертолётики какие-то. Ну, вертолёт он то подводит, то отводит. Но я думаю, я от вертолётов-то смогу отбиться. У меня туева куча, скажем так, войск. Плюс много самолётов. Да, я реально дофига настроил. У меня там три танковые армии. Три... Ну, две, по-моему, пехотные. Две пулемётные. Там нормально. Это не как в тот раз, что он пришёл, у меня ничего нет. Блин, я думал, мы сегодня за час-полтора закончим. Да, да. Ну, главное, что это будет быстро, да. Да, но... Я, в принципе, не против войны, но тут непонятно, на кого нападать. Я смотрю, у Лёши осталось 20. Думаю, всё, это капец. 20 это очень мало. Пора. Оказывается, 20 это дофига ещё. Ой, я тебе космопорт сломал. Качечка. А, да, то она мне строилась. Это я на будущее делал. Ну, космопорт-то я тебе сломал. Ну, да, он починится потом. А! Только что, в Хаире который? В Мекке. Да пофиг. Анархия, заканчивайся. Ой. Это был этот... Обманный космопорт. Строится... Строится... Ну, скажу тебе, в Каире строится этот... Лунная программа. Ясно. А я тебе не скажу, где у меня строится. Да я не... Мне всё равно. Мне... Игра пока мисс нравится. Просто что много непонятного. Даже если я каким-то чудом проиграю. Ну, да, конечно. Почему-то вот самолётики могут атаковать... О, теперь и этих могут атаковать. А, нет. То есть самолётики могут атаковать варваров, которые на моей земле. Но не могут атаковать войска вражеские, которые на моей земле. Вот эти истребители, которые... Только бомбардировщики всё подряд атакуют. Или, может, я неправильно их использую как-то. А, нет, могу. У них, наверное, радиус небольшой. Хотя... Я ничего не понимаю. То есть я вот сейчас выбрал самолёт, который был где-то там вдалеке. И он мог атаковать только... Вот этих восставших чуваков. Но просто в огромном радиусе. Больше 10 клеток. А твои войска не мог атаковать. Теперь я выбираю этот же самолёт, который я перекинул в Медину. И он атакует... Может атаковать... Вот эти вот... Твою вот эту вот штучку. Пимотопехоту, которая там рядом. И не может атаковать вражеские войска, которые далеко. Ну что, Египет, анархия кончилась? Кончилась, но с деньгами вопрос у меня не решён. С деньгами у меня проблемы. У меня варвары всё появляются и появляются. Поэтому даже не знаю, что мне сейчас дальше делать. Только караваны. Ну вроде все караваны. Ну не знаю, придёт, видимо... Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Забронировать отель, узнать всё про музеи, найти, где перекусить или, например, отыскать на огромный ВДНХ в Москве работающий туалет. Вы уже догадались, какое приложение поможет вам? Да. 2GIS. Заходите на 2GIS.ру и скачивайте. 2GIS, если быть точным. Так прикольно, что даже на заражённой территории вроде как дороги не работают. Они не работают, они просто разрушены. А, понятно. Их потом чинить надо. Они не будут работать как-то даже... Вылечишь всю территорию. Перестань, я же сказал. Ну что ты за человек? Чё, война всё ещё? Перекупайте города. Амстердам. 24. Эти города я не отдам. Маловато городов. ГГ-шек, кстати. Недовольство, а в городах. Вы когда-нибудь видели, что в минус 27 было у вас? Да, вот я сейчас вижу. Не, у меня, кстати... Банкротство даёт минус 20. А сейчас довольство от банкротства. Минус 23. Довольство от усталости за войну. Минус 8. Общее довольство. Минус 19. Сейчас банкротство. Здесь? Это из-за того, что ты переключился с демократией, да? Ну, я вызвал вот эту, вот эту, анархию. Вот сейчас. Вызвал анархию, появились чуваки и поломали твои коммерческие районы. И теперь твоя перка на коммерческие районы. Я вот не знаю, откуда у меня всё-таки такой минус. У меня производство очень сильно упало. Золото, не знаю, с чего-то связано. Может, ты первый можешь навести? Я не знаю, от недовольства. Минус 60% золота просто в одном городе. Да. 60% в другом. Минус 60% в третьем. Минус 60% еще в одном. Минус 60% еще в одном. Ну, это вообще, я удивлю. То есть, здесь такой замкнутый круг получается. У тебя минус золото. Сейчас, пока я, видимо, у меня юниты все не поумирают, пока у меня золото. А я не попробовал переключить в городах, просто всё, сделать фокус на золото. Ну, хоть как-то, типа, чтобы вернуть. Интересно, сильно это поможет? Сильно. Все в плюс. Я сейчас везде включу, потому что у меня именно из-за банкротства. Разница, в принципе, не сказать, что сильно. Да не важно, тебе главное выйти в плюс, тогда спадет недовольство от банкротства. Тогда ты сможешь нормально получать деньги, тогда сможешь переключиться обратно. Ну, я посмотрю сейчас, но, по-моему, тут... Мне сильно не поможет. Ну, я так 30 золота добавил себе. Только что. Плюс 30 получилось. Посмотрим, что дальше будет. Пока поставим на золото, дальше еды будет. Сейчас, конечно, русский дом, это, как сказать, он не даёт пока победить турист в лес. Да, зато он побеждает уже наукой. Русский побеждает наукой. Может на него пару? Ну, конечно, кинь, но что ты ждёшь-то? Он уже, он кусочки построил. Ну, я вот, плетку 5 сна, тебя кино туда, Египет. Кидай, нормально, всё будет. А какой выход есть? Откуда ты кинешь, чтобы мне непонятно? Он будет от Толедо кидать, я могу сказать. Лёша знает, откуда, да? Да. Вот ниже Парижа, видишь территорию русского, где камень? Чё у меня с недовольствием? Опять, опять варвары, блин. Опять варвары. Ну, ты можешь кинуть или нет? А ты что, не можешь араб кинуть? Не. Почему? У меня там было два хода до строительства боеголовки, а теперь 102. Если бы я мог, я бы уже на Египет, тем более, я всё скинул. Прекрасно. Господи, в Вильнюсе от пришёл пикинёр. Сейчас город тебя захватит. Нет, но он поломает там всё. Мир, по-моему, в нормальных играх можно заключать, когда хочешь. Да нет, всё правильно, чтобы вот этого не было. Война, мир. Наслаждайся. Просто надо знать, что вот тут... Я не думал, что такой дичаший минус по голде откуда-то возьмётся. Я не ожидал. Только я переключился в фашизм, у меня сразу минус 80 вход. Я такой, чё? А было плюс... Там 150-200, не знаю сколько. Тут ещё, короче, думать и думать, как грамотно играть. Ну, пока единственное, что я вижу, это очень сильно обгонять всех под науки, первым выходить в ядерки. Но то, что делал американец, ему просто не повезло. Да нет, он остановился-то просто. Он, не знаю, он сбросил на нас атомки, да, и он их просто сбросил. Он захватил один город, он мог дальше захватывать. Он мог Париж захватить, он мог Ларошель у меня захватить. Он захватил один город и остановился. Надо было просто нас с Египтом захватывать и всё. Да, жаль. Ну что, жаль, он увидел тогда, мы тут уже не играли. Ну да, уже поиграли новую. Нет, как бы привязан, значит... Нет, стоп-качечка, значит, как делал американец, вообще-то ему кто-то уран дал. Я его не как только он получил, а чуть позже. Не важно, он без урана сидел. А если бы у него был уран, он бы вас закидал ещё раньше. Почему он не захватил, я не знаю. Почему он не захватил, я не знаю. Так, во все три космопорта он строит, да? У нас четвёртый космопорт ещё у него есть. Ну, русского по-хорошему надо не просто забрасывать, а захватывать. Я бы скопировался на уже месте, Египет кидает, а... Зачем его захватывать тогда туризм пойдёт? Ну, да, кстати. А, не, я вернул свой туризм, 205 теперь, всё, спокуха, братишки. И, кстати, а, не, это... 205 это у меня. У тебя 166. У меня, да, 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 нет, у меня написано, Арчи, 48, 168. А, это мой туризм. А, это мой... Моих туристов, он... А, как бы смотреть? Как бы смотреть? Перекладывай, что ж, хватит к нам, ну да. А, тю, ё-моё, ты туда. Окей, окей. Просто бомбы кинуть, захватывать не надо. Ну, тогда кидайте, чтобы... Как-то и на космопорт попало, и на промышленную зону, потому что космопорт чинится за один ход. Сейчас мы вам малину всю испортим. Ну, давай. Как-то сделай, чтобы француз победил. Ну, правда, я не сразу могу это сделать, но... Но надо постараться как-то. Так, чё-то я победил всех этих восставших. Ну, давайте там ход быстрее, как-то это. У нас каждый ход по 6 минут. Сетевая скорость. Хотя там... Очень затягивается играть, конечно. Сейчас на русского полетят ракеты, потом на меня... Хотя у меня к русскому столько караванов бегает, эх. Все умрут, видимо. О, у меня круто. Мне сообщили, что у меня туризм превалирует над Америкой. Наконец-то. Ох, в плюс вышел по деньгам на дыр. Ты чё, у меня все подлодки убил на том море? Наверное. Так, чё, я заботился поиском. Я так беспечно их забросил. Чё, чё их искать-то? Продолжение следует... Эх, каким doen... Чё, какyn... Это нам кажется... Сочи, я попробую получить... ...- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На мои корабли... Китай на русского... Нет, у меня нету бомбы пока... Я наперед спрашиваю... Мне бы не хотелось... Но ты же побеждаешь, ты понимаешь? Вообще, если ты посмотришь по полоске прогресса, то тут надо с русским сейчас вопрос решать... Ты вроде этим озаботился... Так ты вроде не особо по полоске прогресса от меня отстал... В настоящий момент я не могу с ним ничего сделать пока... Ты понимаешь, если я скину на него бомбу, то я уже никак не выиграю... Так что это... Но это твоя прерогатива скинуть на него бомбу, потому что он тебе мешает... Подожди, а почему если ты скинешь на русского бомбу, то ты не выиграешь? Потому что Египет быстрее достроится... Ну скинь бомбу на Египет... Ну так я его говорю ему, если я скину, он сильно обидится или нет? Да нет, не обидишься... Представь себе, как я могу обидеться... Подумаешь, скинул я... Вопрос в том, насколько он обидится, чтобы на тебя сбрасывать или все-таки на русского потом? Ну я хочу, чтобы он на русского сначала сбросил... Если уже быть честным до конца... Тогда, мне кажется, не стоит на Египет бросать... У меня еще нету даже, чтобы бросить... Просто все в огне... В Франции уже, по-моему... Какой ход? Просто все в огне... Так блин... И все равно туристы прутся, да? Да... Так они прутся смотреть как раз на это... Где еще? Такой... О, это мы скинули... А с этого... С Франции... А это мы кидали... С Египта... А это мы скинули... А там это те скинули... Ну смотри, я думаю, из США ездят в Хиросиму и Нагасаки... Ну да, да, да... Денег нету... Денег нету... Денег нету... Денег нету... Кстати... Привет, Антон Гневашов... Классно, что нельзя купить ядерку... Это просто супер... Да... Они, кстати, очень хорошо проработали ядерную вот эту вот штуку... Мне нравится... Действительно, теперь... Так как раньше не будешь там... Кто первый кинул, тот и... Кто-то царь... Тому и тапки... Была еще морская традиция... Так... Все, короче, мы принимаем истинную коммунистическую доктрину... Будем спасаться... Субтитры делал DimaTorzok Перестань, перестань 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 можно кстати по два меняться прикольно а тут показываются вообще все то есть или это только что ты можешь предложить и что не используется люкса я имею ввиду мы все на косметику дашь лишь ты так красивый спасибо а сколько умею если у тебя нет 2 2 нет 2 не дам у меня же городов свои сколько даже и 3 мало я сейчас что-то придумаю андрей а те кинул сделку ну да культуры я уже не победил похуй по по почитай я там кинул две пряности тебя то есть всего четыре ресурса эти предлагаю а я не кинул аккуратными отдать не хочешь да 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 сейчас я забыл за этот город вшивый какой-то городишко или ты меня в новую сделку кинул нет все кинул тем временем все подключились космической гонки там и лёша вроде достраивает уже у на экспедицию да но я это делаю в сент-луисе где 7 жителей то есть всеми это медленно эти моими космопорт один вообще в принципе все русский улетел не это глюк то он закончил от первый проект и наведи мышкой все вижу вижу так у него куча космопортов но я понимаю но и точнее что он улетел поэтому вы тормозите надо было раньше кто не хочет меня золотом проспонсировать нет пожалуйста нет очень надо нет русского оставили вот надо было это те надо было через него идти просто его захватывать а потом меня захват так бы ты сидел сложа лапки мне кажется лишь и так достаточно сделал что там американцы не пустить в космос потому что это реально очень близко был со мной воевали все по моему в эту игру да они по моему а точно ну кто кроме бедного испанца ну мы с тобой вначале повоевали какое-то время ну все равно это конкретная война вата прям шумные города захватывающего то же самое касается араба то же самое касается русского но я как-то же день когда пришел ушел ничего себе жиденько в я блин три города в руинах какой-то ты очень жидкий у нас лодка не едет под лед че за фигня да это я тоже очень расстроился кто мне больше всего золото даст же карт здесь 13 не трогайте москву гады в общем я за тебя выигрывать не собираюсь египет иди и бомби русского да я лапки сложу нас вот только этим ходом закончился вечный мир конечно меня он на тебя и да я не буду отдавать свою единственную бомбу чтобы побеждал египет вот ему надо пусть он и идет я уже он бомбил лёшу за всех ничем этим хорошим не кончилось еще и мне прилетело так что разбирайтесь сами ребят суров суров я тут свои красные повязки бегает хунвей бины как он и Продолжение следует... 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 1 что в пить санкт-петербурге смотри у него возле нового города меня короче я не буду его трогать космопорты это твоя проблема а я просто отомщу ему за столицу получаем питер питер прощай просто вот так было подло я не трогал тебя и не собирался даже ты взял кинул на меня тем более ну ладно так каир забрал меня что еще хорошие города есть то есть не на столице зациклена у тебя два хороших города питер и москва в самом итоге может быть вполне возможно просто зачем я я не могу понять логику мысли когда ты кидаешь на каир то есть я и так выбит из гонки космическом нет минус по голде я пытаюсь его щас эту проблему решить берешь каир убиваешь он народ обиды то что ему такой очень важный космопорт разнес так не я же ты сделал читайте вертолеты очень сильно укрепились их ничем не могу сдвинуть 132 ну ладно блин хочется уже быстрей чтобы играет и когда хоть да это просто от какой-то от настоящий мне самое интересное вроде как русский да настолько себя вставая в итоге реально начал вырываться по науке не так его ж не бомбил никто смотрите вы откройте дерево технологии вы посмотрите что эти техи на научную победу они даже ну тут в конце еще целая эпоха на самом деле среди в атомной эре уже можно космопорт построить здесь же у нас сразу есть запуск сателлита то есть первое то что требуется да потом всего лишь две две техи еще надо открыть чтобы сателлит открыли launch moon лендинг да и последняя технология что там у нас марс реактор роботикс и термонуклео девайс а так как все долго строится вот ты пока в космопорте вот эти первые два запускаешь ты уже последний открываешь вот и все и в то время пока все остальные друг на друга ты улетаешь давай воевать чувак сид развивается спокойно при том что ему всю игру реально никто ничего не делал него уже не захватывали не город ничего то есть первоначально повоевал с испанцем и все ну есть что возразить на мои умные речи но я как бы упорвался в армию чтобы захватить этого надо тогда со мной он чуть-чуть повоевал ну ты видишь я не дала я тебе отплатил я тебе отплатил спал назад мне да да я чувствую да спасибо за ли он коленант я все для тебя рассвет и закат то бегают твои туристы арабский тирзы все это вот это мы погуляли вот это дать как-то я немного наверно поторопился свою бомбу скинов на русского ну да ладно в каком плане надо было подождать еще одну так а что ты мне у меня все убито уже через 40 ходов только построить какой там еще ой сейчас еще минус полил держи даст да 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 довольств ну я так понял надо без ядерок играть не было мне нравится я просто удовольствие получаю сейчас от игры проблема в том что их никак нельзя перехватить ладно там были какие-то военным инженером системы пво строить через клетку те надо строить и ты смотришь так тут у меня куча районов куда же мне ее поставить давайте сынаешь там вроде как перехватывают на самом деле что-то перехватывает просто не всегда не но мне кажется ну у египет тяж перехватывал американец что-то я так понял привет 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 понятно ушел какой-то чувак на ладу можно можно на ладу чуть не посмотрел куда-то бомбу кидаешь ты мог на клетку в сторону и не заделанную территорию тела и бегали это полная и мясо водяет но я ровненько по городу стрелял и все а какая разница там здесь и задевает город то точно такие же разрушения наносит там же радиус 2 клетки 3 клетки на 2 3 ну от центра еще две клетки в сторону от центра попадания лёша зачем это ты не успел уехать от я так выкинула да или что и где твоя вот французская мотопехота да выкинула от русского а чё так далеко выкинула не знаю так чтоб уже не наверняка я тебе все равно не могу объявить войну мы ж не надо камеры заключили я думаю можешь но зачем тихо то есть вот так год 2004 ход 213 сколько там до конца неизвестно мне надо строить везде с рабочих или караваны тогда уже у нас тут ядерный апокалипсис за отрядить на помощь джакард какой-то отрядик что здесь что это танк можно пойти русского покарать как хватит строить лес надо а 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 и а и и Что мне чинить? Что мне чинить? Какое местонахождение повреждено? Вот. Что это такое? Это золото где-то взять. Фигася, 20 золота в рак и дед кинуть. Что кинуть? Караван я тебе кинул. Ну да. Так мне еда дается за это, а тебе золото, а не наоборот. Ну и мы немного золота. Ну плюс 2, все равно. Из-за того, что центры коммерции все разрушены, я никак не могу в плюс выйти. То есть караванов меньше стало. На минус 0, минус 250. Ох, сейчас пойду. Успех, успех сейчас будет вообще. Я сейчас начну трушить, и ты просто физически не в состоянии выйти в плюс. Как вас в сону вступить? Успех, т, есть, т, есть, т. Да, отстань ты от меня, косичка. Ну, веди отсюда этот вертолет. Ну, я ему уже что-то делал. Ну, следующий ход увидим. Слабо верится. Египет тоже одну уже закончил. Давно ее закончил, как бы. Смотрите, я быстро походил. Да, молодец. Ходов, Кати, всего 250. Если по очкам, то еще 35 ходов. Нет, 45. Нет, 35 ходов еще. Ну, да, значит, я проиграл уже по-любому. Сомнения у меня имеются. Ты за это всю игру говоришь. Почему-то только что чуть не выиграл. Если бы на меня не кинул бомбу. То есть, я просто не пойму, зачем. Начинаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мало промки, потому что у меня минус удовольствия, я понял... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чиним... Сейчас дочиним... Надо все караваны, которые освободятся... Надо тут город кидать... Четыре в Дамаск... О, как же тяжело... Да, на 20 ровно от Халецк... Наука... Наука... Культура... 70-206... Отство... Религия... Что там случилось... Что там случилось... Не знаю... Не знаю... Что там случилось... 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 фигово что несчастье уменьшает количество добытых денег надо чтоб убрали потому что так вообще нереально из долговой ямы вылезти то есть появляется она все в процентах уменьшает почему реально ставишь фокус на деньги и начинаешь постепенно то есть есть другая получается есть другая цель то есть не только там научные домики допустим порушить торговые домики кем-нибудь там оружие тем же ядеркой скидываешь там где город много денег получает сразу по ходу в последней стадии это даже лучше чужая наука фига она тут нужна да вот мне сейчас вот не кампусы не театральные площади вот по-хорошему ну нафиг уже не нужно просто вообще не не этом шедевры можно хранить где в кампусах в театральных площадях ну в театральных да но у меня столько чудес обычных просто у меня вообще только одна театральная площадь на самом деле я построил ее я был какой-то там дамаск я в ней в нем построил по-моему и просто ради того что чтобы посадить три этих вот археологических фигни все то есть по сути кампусы театралки не много не надо в них упарываться потому что потом лишний район просто сейчас интересно после ядерной войны такая ядерная война это и раз теократию принимаешь потому что все люди упоролись в бога начинают спамить юнитов и просто за веру сейчас веру уже подевать некуда у меня 8000 скопилось я не знаю что с ней делать сразу эти моментально я этих армия натуралистов покупал что они делают кроме парков ну а тем мало ладно а еще мега гэшка дает возможность в центре города здания покупать за веру не помню какая вали или валетта или вильмалетта наверно до валетта еще и военном лагере прикольная штука что разграбили что да у меня просто всегда постоянно растет это что-то наканулируется по моему не начал у него было 20 до победы сейчас 30 до победы где он нет он про то что у меня типа было там 160 а сейчас 176 это о чем должен пропасть куда-то не должен конечно так стоп доступно и пожаре там тут с кем-то еще воюет до сих пор русский для нет сортировщика по золоту что за бред он через сколько пропадет этот в радиации не знаю долго это тулуза вообще дохнет уже из-за радиации вообще удивляюсь как мне люди могут жить в такой херне вот поиграешь в целую никакой уже ядерной войны не хочется в реале да так и есть некоторые я сам обстреливал типа бывшие американские даже не один раз да силу кстати можно уже убить чем там дает смысле убить не хочу и убивать мятами в караваны бегают тогда так и дай-ка мне как я могу к тебе кинуть блин ты мне калия ли он гонан в этот помните я говорил что у меня пропала одна бомба ядерная то есть было три было 2 кинул одну вот она вернулась либо я достроил хотя я не помню чтоб я строил странно очень возвращение блудные бомбы да знаешь снабженец в армии где ты и профукал потерял похоже так и было его там знаешь всяческие походу лёша сейчас его надо да успокойся ты уже тошнишь да послушай что тут закрываешь мой рот и не успел договорить еще было недавно пару ходов назад плюс 50 надо было сейчас уже плюс 30 ну так увеличивай еще куль это туризм у себя он я так прошел аккумулируется он аккумулируется постоянно я просто устал уже я хочу чтобы кто-то победил не я думаю тут скорее египет улетит красавчик минус 117 золота последние 10 ходов я чиню торговые центры и строю новые караваны чтобы выйти из минусы по золоту всем чем я занимаюсь а кстати в курсе что русскому последние осталось запустить да только откуда его запускать соль притворяется по любому надо увалить меня как раз бомба есть ну подожди у тебя космопорты где где то есть карфаген и что тут по мне только смысл есть есть он он что-то строит так он хочет на нас напасть ребят сразу в меня прилетела тут и затрахал похоже все действительно настроено влёт к девка могилял сейчас ничего вообще-то так я ни с кем больше не воюю только с тобой что ты включаешь дурочку ты мне я не кидал сейчас бьет чтобы зачем мне включать дурочка какого-то эти говорю я не кидал ничего для действительно не кидал не кидал ладно это я уже сам просто струю загрязнения думаю но все равно карфагент не дело там что-то строится я вижу там даже молоточек нарисован я и в москве есть еще вот это московский так молоточек это вообще-то по-моему ремонтируется они строили не строится тоже я не знаю там чет строится я не пойму строится кидай боже но как же египет на египет кидай ручки на египет кидай на всех кидай кроме лёши он лёши вон и есть хорошие города я куда в него вкинуть то куда но горле анти алёша просто надо захватывать понимаешь а чтобы помешать построить про можно просто скинуть вот в чем проблема любом случае я не долетает у меня до космопорта вот который там нижний который московский или новгородский он едет не пойму чей там уже по прилетала все от нашего друга и египтянина вот под карфагеном это печально мне не нравится но тебя была одна деталька сейчас их почему-то 2 да он их построил ну что блин конечно изображает что он не может до скорости я скинув кархадаш мне пофиг карфаген при какой кархадаш карфаген он лёшу кидай ты что такой выбор либо лёша либо карфаген я не могу через лёш кинуть меня через него ходят караваны золотые а в тебя они когда ходили ходила к тебе 4 каравана ты скинул на меня почему-то я не знаю за что но поскольку от ветка не летит я смею предположить что все таки строится где-то в другом месте пока нечем отвечать ты не в сохранил не подумал не знаю египтяне ты там чистишь у раки дэта очистился кэм рабочими да да там каскадка но они там если ты не оставишь его на ход он половина хп потеряет до ухо потеряет пусть хотя бы расчистить и короче значит надо чтобы готовиться где-то втихаря держать чтобы здесь рабочих не попросту чтобы много городов до смысл их держать и не по одному ходу строится медовер в городах нечего строить рабочих строю и че еще ими до русскому осталось одну штуку запустить и все до египте а он замирился с ним мы откуда да ладно че-то есть еще суши вы скинули на меня сколько ты скинул египтянин скосы я скинул нет ты сначала на архангельск а потом на ногах и ракеты русский поверь в сравнению с тем сколько скинули на меня я на халецкого пять штук кинул да так мутировать более совершенно раз а тараканы у меня тут живут новое общество на меня где-то пять штук скинул американец пять штук арабский ну норм че час еще крыть от русского досталось по что он задел кит скинул на лавенту и задел часть тулуза ну правда сам город не задел но до район снилось кстати это русские то у тебя забрали рабочего который около парижа бегает да а то костюме тут нечем отбиваться уже от всего это очень грустно они еще появляются и появляются вау 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 я короче просто физически не могу из минуса по голде выйти просто не могу караваны отправляем конец строится уже по 17 ходов для все политики взял 10 взял эту штуку 10 от караванов минус плюс 4 от внутренних взял и минус 8 на содержание городов взял там больше ничего не прикольно сортировка не работает а вот еще из 4 золота за лабораторию военная академия электростанция это надо взять чтобы сменить надо 100 золота ну то как быстро ходить стал я даже начал делать финансовые проекты в некоторых городах ну чё там давайте русский египет сколько вам осталось доходов о египту последние осталось построить египет давай по чесноку 23 ходы сколько ходов те осталось до последней детали уже конечно ты бы еще ты еще скажи в каком городе ты и устроишь но я с подозреваю что в мэмфисе но мало в соисе походу зависим он там ракетка стоит мы а или это мэмфис или соис туда и туда скиньте чтобы в прям так у меня минус дофига производства не могу скидывать никуда значит он победил наш победил яду по царе я могу скинуть мне смысл на него скидывать чтобы давать у вас победу не все разбомбили он уже точно не победит у него нет золота у меня тут рождаются эти они между все грабят и не знаю что делать сейчас они города будут захватывать мотопехоты для главное в конце фразы добавлять бля это дает дает тебе уверенность и взрослый вид ты мне что священник или кто-то меня учитель мой учить меня будешь я делаю дружескую рекомендацию друзьям будешь делать такие рекомендации я постоянно кстати не делаю так и лишь она кого те кроме египта осталось кинуть на меня или на это меня не приблизит к победе просто у него что же последняя деталь наука я считаю что вы должны между собой были выяснять кто кто побеждает я я вытворно в которых в которые мог я закинул ему три города араб мог мог кучу куда закинуть по воде приплыть ну понимаешь одно дело я на него кину чтобы попытаться самым победить а другое дело я кидаю типа чтобы он позже построил и кто-то из вас обогнал ну я не считаю что это нормальная игра просто тормозить 1 и потом давай не не зная кому кстати из вас ну получается они меня затормозили чтобы и гипптуер ну я нет нет подожди я не участвую я не буду участвовать чтобы в чем проблема эти объясняюсь уже идут арчи буты за как как тебе лучше объяснить вот ты как-то вот ты что-то рекомендуешь людям да то есть а когда те в ответ ну какой-то говорят реплику в противовес те ты видимо думаешь что тебе как-то на тебя наезжают или что я не могу понять я тебе предложил сканерс и сказал нет ну все ясно ладно но я же хочу объяснить ты же объяснил ну все ясно мне тоже ты как-то не так сказал ты что ты вот начинаешь говорить типа все ладно законе закончи со мной разговаривать прекрати мне это говорить думаешь как мне ответить себе по-другому и следи вот что сказал все я ясно я понял вот так нормально но ты последи вот как ты реально отвечаешь я думаю лёша выложит то интереснейшую партию в телевизор там послушаешь как ты разговариваешь не знаю такая какая-то долгая и нудная да нормально ты ложу по два часа серии просто дать как там people хавает да не что-то выбирать чтобы интересно было я подумаю так а что тут тут апокалипсис ты представляешь вот вся твоя страна это сложной апокалипсис совсем уже так скучно да да фоллаут из фоллаута нарежь каких-нибудь там тоже таких картин черт отличная идея 2 лёша теперь ты чё-то там хитришь чё-то тут не так у меня куча рабочих я просто вожу их чистить себе тут все вот было 30 стало 20 вы говорите не увеличилась так увеличивается я конечно увеличивается тоже не любит наверно ты не успеешь улететь не я думаю тут культура если вот в таком же виде то примерно ходу в 7 надо он прям так вот на 23 увеличивается так что если успеешь за 7 ходов то победы египта черт вот если ты чуть-чуть возражает значит успевает смотри если ты чуть-чуть подождал вот скидывать на мои корабли я бы вот или он и капец сжег и это уменьшило сильно культуру потому что они прибрежные там можно строить всякого ты решил не церемониться и убил мою наступательную морскую ты мне кажется поспешали коленант или он а мы здесь только два чуда но антиси и в лионе еще одно чудо еще курочка по зернышку ай ты умничка как это любимая фраза да 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 сына такая тут все по чуть-чуть все ребята смотрите у меня было в прошлом ходу минус 48 в этом ходу я вышел из минуса и у меня сразу плюс двести сорок шесть что это такое ну проценты в городах увеличились тертия нету потерь и теперь наворот плюс все теперь можно всех бомбить ребят сейчас сейчас начнется промочка и сразу производство в два раза увеличилась во всех городах ничего кольцо ты уже не успеешь я буду надеяться на свою победу все таки ну а я тоже в тебя верю спасибо все халецкий меня верит слышали не бомбите меня а и 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 у тебя предложение мира аккумулятора а почему ты не втыкнул его в компьютер сейчас воткнем смотрите как когда нечего делать быстренько ходится молодец лишь ты меня пугаешь 87 ну давай скинь на меня еще раз что я могу сказать может быть пока нечем мне так нравится эта игра скинь на меня тут на меня скинешь нет не буду подала по моему сужай кстати ты по моему на всех кого скидывал всегда в ответ получал чуть-чуть но еще страшно на так потому что нельзя ее уничтожить даже где-то на меня уменьшаются кстати туристы лёша сейчас скидывает на араба туристы падают и лёша такой а беда я не будем и гипетски пускай это могло бы мне принести победу но если халецкий победит я себе пойду часть сделаю короче а если египет то кофе да естественно а еще русский саде может победить чё-то я не надо его сбрасывать со счетов я бы хотел сказать что наверно там чё-то дерзкого но грязного но мне кажется русского реально есть шансы на победу что я не буду еще же москва целёха никакая ни разу не бомбленная и кажется вот в московский космопорт строит счет и ты победил это мнение я проиграл а это этот египет кто победил то в итоге египет или русский виза цивилизации смолок для красавчик поздравляю на самом деле недолго 220 ходов мы в старой цире играли просто что очень долго ходят особенно я да но я думаю когда уже будет четкие планы представления че делать то будет игра пойдет быстрее пока я вижу на самом деле единственный путь вот реально идти на победу это быстро выходить в атомки начинать всех вокруг завалить можно даже города не захватывать просто их заваливать атом не можно даже нет не торопиться главное главное чтоб все лежали под атомным этим просто скинуть на всех на все города чтобы ни у кого не было производства ни денег чтобы уран был они как у американца ну да скинул на всех все дальше можно делать что хочешь хорошо можно культурой победить можно наукой победить пофигу тут по ходу выходишь с другой стороны реально очень ну очень первым быть потому что промка нужно чтобы промка была чтобы построить все на пятерых я думаю без без промки ты не будешь 1 по науке в любом случае почему же сложновато трое за там очень легко либо кстати либо еще второй вариант просто в начале идти ну максимум ставить городов забить на районы строить только военные лагеря и пойти всех соседей рядом захватить я думаю что это буст тоже неплохой будет то есть тупо начальные войны со всеми вообще начальные войны но начальные я имею до когда у тебя заканчивается место под города вот у тебя закончили но ты при этом целенаправленно вот идешь в то что ты города не развиваешь ты просто они там растут тебе максимум весену военный лагерь построить это такой максимум и все остальные террорины нафиг не нужны выходишь в коней и пошел сносить рядом стоящих людей пусть они там знаешь строят кампусы святые места вот это вот все но вот я так играл я каком-то 40 50 50 ухода было 7 городов но в них ничего не было не были голые ну и что так все надо только юниты строить в них понимаешь что не нужны там районы те нужно тогда и тогда и не надо даже строить этих и так мне кажется не получится всех не захватишь 6 человек не получили захвате что я думаю двух соседей можно захватить а дальше вот как русские сейчас ну да да хороший воевал воевал а потом а потом ты догоняешь там за счет того тебе причем ты города оставляешь себе ты их не уничтожаешь оставляешь за счет того что ты уничтожаешь полностью соседа полностью у тебя возвращается это все несчастье почему ну зачем полностью уничтожать просто просаживаешься по несчастью если вы если ты захватываешь полностью все обратно возвращает я считаю не стоит рушить можно оставить просто не растительность ну смотри ты нападешь на 1 захватывать начнешь и вот так как ты сделал кто-нибудь тебе объявляет войну и за счет того что ты воюешь с кем-то другим и чё ну ты его не можешь захватить не нужно что пути армия было да да ты сам не ну на 5 фронтов это наверное как вот у меня сейчас вот тоже опять надо территорий союз если ты не в любом не в любом варианте про это у меня конечно проблема моя самое главное было что у меня я нахожусь в центре и со мной граничит собственно практически все кроме араба за границы мария да все могли напасть он например русский вполне мог в начале захватив испанца пойти дальше захватывать меня я не думаю что арабы ему помо помешал египет если бы он мог меня захватить в начале ему бы тоже никто не мог помешать по его местоположению захватывать меня и мог там идти дальше как положено араб вот араб точно без вариантов мог русского в начале захватывать вместо вот это он в его сторону поставил города настроил армию пошел сносить русского, тем более, что там война с испанцем еще была. Ты бы русского-испанца просто катком бы снес. И дальше, возможно, а так как тут пока шестая цива строится на том, что чем больше городов, тем лучше, собственно, ты штрафов никаких не имеешь. Штраф только за войну. А когда ты захватил человека полностью, штраф этот закончился. Смотри, мне кажется, вот такая тактика очень хорошо подойдет России. Потому что вот Лавра не считается за район, ты берешь богиню реки, там, короче, на счастье набираешь, и у тебя будут еще и писатели появляться. Садишь, в религии берешь домик за веру, который дает вот эти очки, место под творение писателей, садишь туда, быстренько выходишь в какую-нибудь теократию, и твоя первая волна, ты своими юнитами, а вторая волна, у тебя уже много городов с Лаврами, вторая волна уже идет с юнитами, купленными за веру. А поскольку у тебя еще культуры дофига будет от этих писателей, ты и в национализм выйдешь, и в какую-нибудь еще штуку, которая увеличивает твою армию. Потом это все в армии объединяешь и идешь победоносно казаками. Я говорю, я просто нападал на одного и воевал с ним. То есть, ну, вы так рассуждаете, что на кого вы будете нападать, они не будут сопротивляться вообще. Они не будут сопротивляться. Юниты ты будешь терять. Усталость. Ну, будешь терять. Слушай, ну, ты... Подожди, вот у тебя в начале с Испанией у вас так получилось. То есть, ну, вы там так были расположены, вы хоть как более-менее были, типа, подготавливались к войне. Но тут же можно внезапную войну. Ты можешь накопить юниты, тем более, что там вот эти конные юниты, они очень сильны, и за счет политики их можно довольно быстро строить. А так как в начале мало кто строит военные лагеря, стены, то ближайшего соседа, который, типа, решил немножко поразвиваться, точно можно будет. Обсуждаем конец. И тут в начале довольно сложно прийти на помощь, кстати. Улетел. Мы к этой изобилии что-то графики не посмотрели. У меня еще открыто, я могу посмотреть. Нет, так я тоже смотрю, что ты по науке был первым, вход по культуре, вход был первым. Причем очень должно. Ты должен был выигрывать, на самом деле. Но я не знал, что рашить. Я там пошел одну тех, а потом понял, что надо еще построить электростанции. Начал изучать электростанции. Забил, куда там я шел. Больше всех городов хватит, куда вы шел. Я больше всех битв, кстати, провел. У меня больше всех битв за игру. Но смотрите, свое оправдание, я скажу, у меня было очень мало озарений. Я просто фактически каждый раз почти учил новую технологию с нуля. Кстати, русский из-за твоей войны с Испанией испанец потерял больше всех юнитов за всю игру. То есть в итоге его так и не догнал никто по потерянным юнитам. Я каким-то образом... Наверное, наверное, атомными бомбами. Нет. Кстати, может быть. Хотя... Нет, ты можешь, знаешь, еще ты... Это что-то же и варвары считаются. Я вот смотрю, что он вполне мог и варваров мочить. Потому что ты же в середине ни с кем не воевала. Вот я смотрю, повышается количество. Культуры, вход... Ну, Качечка был первым. Потом я его догнал. Но я догнал, скорее всего, из-за чудес. У меня больше всех чудес было построено. Но я потом снял эту штуку, которая дает одну культуру за район. И перестала идти культура. Больше всех районов я построил и Качечка. Да, да. И в то же время ты больше всех объявлял войну. Я сам из-за войны. Да, блин. Ну да, 18 войн против меня объявлено. Ну, тут еще, знаешь, тут еще небольшой глюк. Тут еще считается города-государства, которые объявляют тебе войну. Немножко дебильно, по-моему, но... Да, вот в какой-то момент у меня было очень много науки, я смотрю. Наверное, перед тем, как на меня напал русский. Да, ну почему-то ты не конвертировал в армию. А я, ну, не в теме вообще был. Ну, я так рандомно изучался. Просто сидел, ждал, видимо, когда тебя захвачат. Ну, я там что-то пошел изучать атомные бомбы, потом передумал, пошел изучать сверху, чтобы построить эти электростанции. То есть, я сначала быстренько зарашил артиллерию, думаю, ну, нормально, сейчас артиллерия побьет его, а вниз не пошел. И пошел что-то там не помню изучать. Потом мне дали люлей, я пошел изучать низ, потом мы вроде отбились, я низ перестал изучать, пошел атомные бомбы. Потом у нас был перерыв, я так зашел, посмотрел древо технологии, вспомнил, что есть еще и электростанции. То есть, я по всему дереву целенаправленному никуда не ушел. А вот американец, он четко знал. Вот уже он освоил, по накатанной играл, и он поэтому первый там был с небольшим количеством накачечка, что ты вообще на великих людей забил, я смотрю. У тебя вообще меньше всех их 6 штук. А у меня не было этих великим людям ничего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук всего лишь. А вы сколько взяли? Ну вот у меня походу 16, например. Ну я на первом месте. Ну тут недалеко отстает вот американец 14 и по 13 русские и египтяне. Ну это надо в привычку, чтобы вошло все время проверять, какие там тебе надо, какие нет. Вы там же и генералов брали, я генералов не брал. И писателей не брал. Ну я тоже не брал. Генералов тоже, по-моему, не брал. У меня адмиралы были. Ну и адмиралов не брал. Я взял инженеров, только брал и этих. И торговцев. Ну они же друг с другом не конкурируют. Можно и то, и то брать. Понимаешь? Ну и плюс я веру копил на эти пушки. Можно было бы за веру взять. В общем, в пушке это был фейл. Надо было на лошадок. Не, если бы я в лошадок пошел, я бы его раскатал. То есть, его казаки против моих там обычной кавалерии. У меня было... Умлеков? нет, нет, других. То есть, я мог бы нанять штук 14-15 вот кавалерии, которая казаками замещается. Я думаю, я бы этим его забрал. Но, поскольку я пошел в пушки, а пушки оказались фигней, то я ничего не забрал. То есть, тут нельзя выйти в один юнит, надо... А селитры не было на этих чуваков. Вот так вот. На всей твоей большой территории? Не было ни одной селитры. Я получал с ГГш. Селитра была там вот в тех трех городах, которые я поставил значительно позже. Ну, поэтому в модах в тех и уже селитра у всех есть. Я считаю, это делает игру интереснее. Надо договариваться. Нельзя, чтобы у всех все было. Когда у всех все есть, исчезает конкуренция. Зачем тебе воевать с кем-то, если у тебя все есть? Зачем тебе селиться? Только я бы про уран. То есть, уран, чтобы... Кто будет воевать ради селитры, скажи мне, пожалуйста. Я. вообще не было. Мне надо, чтобы строить этих мушкетеров, надо было построить во всех городах. Кстати, вот мне очень понравилось, что надо в городах вот строить... Можно город разогнать под караваны. То есть, там построить все районы, которые дают молоточки. Четыре района таких. Какой-то один выделить, чтобы в него, если тебе надо, посылать и получать молоточки. Да, можно. Или найти у соперника с молоточками район. Да, или так. Город и к нему посылать. Вполне рабочая схема. Не, я говорю, тут надо продумывать, тут надо думать в плане стратегии в сторону специализации. То есть, ты один район, один город, например, чисто на производство такое делаешь, да, то есть, районы на производство и военные районы производства, и как-то вот так. Другой, например, у тебя будет на еду и на науку, предположим. Вот, я не думаю, что необходимо наличие везде кампусов, для того, чтобы прям божить по науке. Это очень-очень плохо. Я вот, когда отставал, вот видите, такой скачок, это я везде кампусов нафигачил. Вот, и потратился очень много, но потом они мне не надо были. То есть, я шел вровень, но я хотел вырваться, я вырвался, но неправильно применил. У меня не было знания, куда надо конкретно вот стремиться. А конкретно надо было стремиться в эти, чтобы вверху находятся, в электростанции. Да, наверное. Ну, ладно, спасибо за игру. Давайте, по-моему, неплохо. Долгое, но интереснее. Мне нравится этот ядерный апокалипсис и такая суперпозиция всех. Мне не очень это понравилось, что эти ядерки слишком имбалансовались. Нет, нет, они балансные. Гораздо было бы, мне кажется, веселее играть, если бы просто все строили армию и воевали. Нет, нет, ты в узких проходах армия чувака не пробьешь. Если он станет в Эвку, будет стоять там миллион лет и за 10 кодов ты его не пробьешь, даже за 20, может быть. Это в старой циве уже все применяется. Ядерка, это просто очень легко. Нет, я не согласен. Вот нас у всех были ядерки. После того, как после первой волны бомбардировки, ты уже вторую, третью ядерку особо не построишь. У тебя просто нет промки. и то, что они... построил, кинул, все. нет, нет, нет. Ну что нет, если да? Ну так на тебя в ответ прилетит. Построил, кинул, на тебя прилетела в ответ. В чем проблема? Я говорю, это легкая война для обоих. Это тяжелое решение. Тут надо договариваться. Тут нельзя, вот просто кинул ядерку и все, и тебе ничего в ответ не пришло. Тут надо как-то вот это учитывать, все это дело. Ну просто, действительно, знаешь, в конце игры воевать просто наземными юнитами, когда ты не можешь никак соперника остановить, когда он строит на следующую станцию. Если б не было ядерок, американец бы улетел. Никто никогда не пришел. Не в жизнь. Может быть, со стороны моря, если огромными вложениями, то есть войска прикрытия, какой-то десант, то ты высаживаешься на море, а там тебя уже ждут. Так честно, он, значит, вырвался молодец, он вырвался по этим, по технологиям. Нет, это нечестно. Слушай, послушай, у него, в чем с того, что у него куча гор, и у него два кампуса стоят, получают бонус в шесть науки. Вот. Эти горы не дают к нему никак подойти. Вот что тут честного? Расскажи мне. Как мне к нему, вот я хочу его остановить, я вижу, что он вырывается вперед. Если у нас такие условия, то есть, по идее, тогда дайте мне столько же науки, чтобы я мог попытаться тоже развитием его обыграть. Я же не могу этого сделать. Цива хороша тем, что здесь у всех разные позиции, они не одинаковые. Тут нету баланса. За счет этого ты должен пытаться победить другим способом. То есть, у тебя нету баланса по науке, попытайся победить туризму. У тебя нету возможности к нему подойти, попытайся... Это карта сама, которая своя, она была не сбалансирована, и все играют до сих пор, почему-то даже в твоей группе, все играют на NQ-карте, где у всех есть место. Нет, не все играют на NQ-карте, поверь, большинство играет на обычных. Даже по событиям, да, все пишут, NQ-made, no-mod, NQ-made, no-mod, NQ-made, no-mod, ну, чтобы у всех были равные примерно. Они все равно неравные там, даже на этой карте они неравны. Но там у всех одинаково количество получается. Смотри, там же дает тебе просто NQ-карта, вот, гарантированно редкий ресурс возле твоей столицы, все. Если ты там поселился, то у тебя, допустим, в чем проблема, в алюминии, алюминия не хватает на стелсы. У тебя, если играть без ядерных бомб, я так понимаю, как обычно. Вот у тебя можно убрать это в NQ-карте, я тебе говорю, в NQ-карте играют без за расположение, вот именно, что располагаются. В NQ-карту играют, чтобы у тебя был алюминий, потому что стратегический баланс в NQ-карте дает алюминий. Если убираются алюминий, тогда смысл вообще нет. Можно настройках NQ-карты убрать, чтобы не было алюминия. Тогда она бесполезна. Она тогда бесполезна. Смысл в том, что, чтобы одинаковое было местоположение, тогда надо играть на строго зеркальной карте, чтобы вообще-то там же не только от ресурсов зависит, там от твоего расположения много зависит. Да, опять же, в данной игре острий американец находился за горами. Как бы мы не хотели, опять же, до атомных бомб, мы не могли бы его остановить, в принципе. Я не говорю, я считаю, что, конечно, на данный момент в 6-й циве тут многое, просто, ну, очень конкретный дисбаланс имеется, то есть, прям, очень сильно. Они это реально будут править, это точно как же, как в 5-й было, все это будет правиться и с ресурсами, и с генерацией карт и прочее, прочее. Но ты все равно никогда не получишь абсолютно одинакового места для старта, потому что тут невозможно просчитать, даже даже 5-й цивы, какое место, вот прям лучше или хуже, потому что человек должен придумывать пути для своей победы. NQ-карта чем мне не нравится, тем, что она как раз убирает, сводит к минимуму общение между игроками. Ты, типа, получаешь такое место, за счет которого ты можешь сам в одиночку побеждать. Так, смысл, так, я понимаю, это для дуэли нормально, но если ты играешь в FIFA, это именно та игра, в которой ты не просто двигаешь юниты и стратегически свои, в своем городе развиваешься, ты создаешь альянсы, потом их разрушаешь, потом ты с кем-то воюешь, потом он с тобой воюет, потом тебе кто-нибудь удар в спину делает и прочее, прочее. Стрим идет 5 минут. Мне все равно кажется, без атома будет ли лучше играть и интересно. Ну, это другой вопрос, это надо смотреть. Тут, знаешь, чем оно стало лучше, что тут нету икс-ком и парашютистов. То есть, то, что ты сбрасываешь атомку, тебе не гарантирует того, что ты этого человека захватишь. Более того, вот это сгрязнение, оно очень серьезно мешает. Ты не получаешь бонусы от этих городов потом. Можно... Смотри, ты пытался культурой, да, у тебя, ну, никак не получалось к тому ходу. А остановить научную победу, это, ну, просто посмотрел Зикосмопорт, если бы ты сейчас в конце, в том ходу, перед ходом кинул бы на тот город, он бы ее не построил бы сейчас, не улетел бы. Мы еще сидели в ходу 30. Нет, там осталось 20 ходов до побед. Для начала надо иметь бом. Кто говорит, что здесь нормально сделано? Нет, я не говорю нормально, ненормально, я говорю к тому, что если не играть, то убрать эти атомки, потому что, мне кажется, это слишком... По-моему, тебе объяснили. Невозможно остановить человека с научной победой. Вот и все. Тогда все будут просто сидеть и кто первый улетит. Уже играли сто раз без атомок. Все просто тогда сидят и кто первый улетит. Если у кого-то хорошее место, его не выбить. В пятой циве этому уже проработано. Там играют вот без самолетиков вот этих с атомными бомбами, но с ядерными ракетами. Потому что атомные бомбы слишком быстро выйти. Здесь, мне кажется, надо играть наоборот. Без термоядерных ракет, потому что сильно большой радиус загрязнения. Если уже играть без чего-то. Потому что ты кидаешь. Тут все-таки надо, чтобы уран у всех был. То есть не прям уже у всех. Понятно, что если ты поставил три города, человек 12, то неудивительно. Там же есть, по-моему, перка, которая дает один любой стратегический ресурс, если у тебя государство. по-моему, есть еще. А, нет, то первое позволяет строить. В культуре тоже вроде есть. Там по-моему один. Если у тебя один страт ресурс, ты можешь где угодно строить юрид. Да, да, вот именно. Вот этот. Это не дает тебе возможность построить. Но она все равно невыгодная, потому что в военном лагере ты можешь построить сразу армию. сэкономить 33% производства. Да. Ну, в общем, надо просто ждать патчи. То есть, пока обсуждать нет смысла. Они выпустили сырую игру, тут даже пока нет смысла какие-то правила свои придумывать. Начнутся первые патчи, тогда можно смотреть. Потому что в пятой цивы, когда вышло, я напомню, там города, по-моему, двумя дуболомами брались. Вообще без проблем было такое. Я помню видео про коней. Там два города, один кампус покупаешь, один строишь, ну, эту, библиотеку. Быстро выходишь в рыцарей и четырьмя мандекалами просто изничтожаешь врагов. Это была самая первая стратегия. Быстрый раш рыцарями. Быстро выходишь в рыцарей и всех захватываешь чисто двумя городами. Кстати, здесь тоже можно быстро выйти в рыцарей. Я, по-моему, за 40 ходов быстрее выходил. С компиком пробовал. Спасибо за игру. До свидания. Спасибо за игру. Всем пока. Пока. Всем до свидания. Спасибо, что застрели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы застрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.